Это смартфон под названием Vivo X20 UD Чем бы мог нас заинтересовать смартфон с таким странным названием? Конечно же, наверняка вы догадались Это сенсор отпечатка пальца, спрятанный прямо под экраном В этом видео протестируем его, посмотрим, насколько он круто работает Работает ли вообще этот роидер, с вами Барьян Веденский Погнали! Фишка заключается в том, что здесь используется особенный сенсор, который производит компания Synaptics И когда мы помещаем сюда палец, OLED-матрица включается, начинает подсвечивать рисунок А сам сканер уже видит отражение того, на что мы посвятили И это работает Бум! Еще разочек Бум! Вау! Я был удивлен, когда увидел, что это срабатывает настолько быстро и плавно Производитель говорит, что время срабатывания около 0,7 секунды И действительно, я вот уже, наверное, минут 10 пользуюсь этим сканером И он всегда срабатывал Ни разу у меня не было ошибки вот на этом пальце И на случай, если вы думаете, что это просто кнопка Вот я могу приложить другой палец, и ни черта не получается Он просит ввести код, который я не знаю Прикольная анимация, кстати Сам по себе смартфон, это такой предфлагман Здесь 660 Snapdragon Дисплей на 6,43 дюйма С Full HD матриц Ну, такой плотненький, хороший топовый середнячок Кроме этого есть даже двойная камера А теперь посмотрим, как можно добавить в систему новый палец Добавление отпечатка реализовано, в общем, примерно так же, как и во всех А, это тоже есть палец, окей, попробуем другой Как и во всех остальных случаях Только здесь мы нажимаем, собственно, на экран Добавляется в два этапа достаточно быстро Сначала основной рисунок, потом рисунок по бокам Move your finger, говорит Всего можно добавить в этот сканер до пяти отпечатков пальца И надо понять, что вот этот сканер Synaptics не будет работать, например, с LCD-матрицами Потому что нужно, чтобы дисплей был прозрачным А LCD имеют, собственно, элементы подсветки Поэтому не получится Только с OLED-ами И все, добавился, наконец Теперь можно проверить Опа, опять срабатывает Причем с первого раза Как вообще можно разблокировать смартфоны? Когда? Обычно, когда вы поднимаете телефон, он понимает, что вы хотите им воспользоваться И здесь возникает анимация, вы просто прикладываете палец Если этого не произошло, то можно просто нажать на кнопку включения И опять-таки нажать пальцем на иконку И все срабатывает В итоге я бы сказал, что реальность оказалась круче моих ожиданий Я думаю, что это какой-то логучий прототип, непонятная сущность На самом деле это абсолютно нормально работает Точно так же, как все остальные сенсоры И, в общем-то, Synaptics красавцы Я думаю, что мы в других смартфонах много где увидим Вот господа, которые нам дали смартфон, они бегут навстречу Видимо продавать новым производителям этот сенсор Спасибо, что посмотрели Это Дроидер, с вами Барян Леденский Это выставка Мобильный конгресс в Барселоне Подписывайтесь, не пропускайте новые видосы И до встречи в будущем